Встреча началась с возложения цветов в памяти погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове. После минуты молчания в зале каждый выступивший участник конференции, в том числе представители изданий Казахстана и Белоруссии, выразили свои глубокие соболезнования. Тема конференции – новаторство и лучшие практики сферы здравоохранения, причем мировые, международные, развитие социальной политики. Надо жить во имя ныне живущих. Раз так, то мы должны думать о том, чтобы эти люди были счастливой, здоровой жизнью. Не скрою, нам очень приятно принимать у себя такую статусную международную конференцию, которая впервые проходит в городе Ульяновск. Международному проекту «Здоровые города» уже 30 лет. Российские муниципальные образования впервые вступили в ассоциацию в 2011 году, сейчас их 58. В числе первых от Ульяновской области Димитровград в целом программа объединяет более полутора тысяч городов из 55 стран мира. За 7 лет площадка стала крупнейшей общественной организацией в стране, которая занимается охраной здоровья. Здоровье должно стать национальной стратегией. Должно пронизать все отраслевые министерства, ведомства, общественные организации, бизнес-структуры, государственные и муниципальные органы власти. Без этого невозможно сделать здоровое население, здоровую страну со здоровым растущим населением. В ассоциацию «Здоровые города», районы и поселки входят пять населенных пунктов области. Инза, Димитровград, Чердаклы, Корсун, Ульяновск. Именно 73-й регион в этом направлении первый предложил восстановить систему ГТО в учебных заведениях и на предприятиях. Для развития физической культуры и спорта, в том числе детского, в бюджет заложено на 2018 год около 900 миллионов. Задача же международной программы – объединить подобные целеустремленные территории. Мы сегодня приняли, мне кажется, девять районов в Ульяновской области, в националности. Так что это очень важно, чтобы мы сделали площадку, чтобы этот опыт, это, что здесь делается, стал известным миром. Почему? Потому что участие муниципалитетов – это первый шаг в демократии. Я не буду про политику, но вы понимаете, что я имею в виду. В проекте также участвуют со стороны России Федеральная общественная палата, руководство Министерства здравоохранения, депутаты Государственной думы. Кстати, в этом году в стране стартует «Десятилетие детства» – социальная программа, которую ввел указом Владимир Путин еще в 2017. Правительство разрабатывает план по реализации мероприятий «Десятилетие детства» до 2020 года. В нем достаточно большое количество мероприятий, в том числе и те, в которых принимает участие общественная палата. Наша комиссия по поддержке семьи материнства и детства инициировала проект «Все лучшие дети». Общественная палата России и полномочные при президенте по правам ребенка открыли проект-центр, который поддержит местные инициативы в регионах по законодательным изменениям, в том числе в сфере общественного здоровья. По словам Сергея Рыбальченко, на этом фоне 73-й регион имеет выгодное положение. Новаторских программ в области множества по демографической политике. Опыт можно переносить на федеральный уровень. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.